друзья всем привет это канал авиамания и мы переехали в новый дом новая локация теперь уже недалеко от ладожского озера называется местечко микли а если быть точнее то хутор медовая и мы покажем вам место в которое заселяемся для того чтобы отдыхать наслаждаться природой и конечно же потом делать выводы рекомендовать вам или нет судя по вот этому самовару алина сегодня вечерком мы заварим чай и будем баловаться плюшками однозначно плюшки мы заранее купили и это не электрический самовар а самый настоящий дровяной пойдем покажу дом это не дрова не брать пожалуйста кто-то пытался жарить елку а вот те вот вот те вот мнение вот по домам да это место фундамента начинаем с передомовой территории у нас есть вот такие вот милые скамеечки со столиком с цветочками качеля очень люблю такую качелю если меня не съедят комары то я буду здесь качаться здесь у нас запасы дров потому что внутри дома есть бани пойдем замок здесь культовый закрыть открыть в общем он нифига не работает мы сейчас тренировались нам сказали что приедет мастер здесь все починят надеюсь мы сможем закрыться на ночь закрываем дверь так шкаф вешалка шкаф это все не очень интересно есть обувница план созрится кухня-гостиная дровяная печь самое что ни на есть настоящая топится на дровами но в плюс 30 мы ее топить не будет хотя можно побаловаться было бы банька есть сауна прям прям сауна прям сауна вот можно эту прям сауну-то и затопить вот смотри здесь вот можно эту маленькую печечку затопить погреться и как бы все прям душевая да в которую ты наступил ну прям да вот прям прям душевая кстати похоже наша душевая в которой мы мыться будем даже если не будем ходить наша наша бойлер и туалет санузел санузел холодильник большой кухня кстати здесь есть к договору прикладывается опись имущества поэтому желательно чтобы все стаканы и кружки поварешки остались на месте иначе с нас возьмут денежку за них микроволновая печь заварочный чайник показываем на видео специально есть литишка стаканы букалы стуканы букалы чайник спички спички тоже пересчитаем ну понятно вилки ложки поварешки мусорное ветро здесь все ясно дальше стол диван вай фай но он не работает вай фай не работает мы приехали это облом и подключились вот к соседям милые соседи предоставили нам вай фай еле тянет поэтому надеюсь надеюсь долетит до нас также здесь есть контакт человека который на катере катает по ладожским шхером и мы очень хотим до него дозвониться и договориться пока не берет трубку дмитрий звонил не брал мини библиотека в углу а также мини бар все по 100 рублей 100 рублей пиво жигулевская но мы его пить не будем и вино вот это за 500 рублей тоже пить не будем но покажем вам что она есть также как и колода карт поднимаемся на второй этаж лестница довольно крутая судя по отзывам с июня однократно падали постояльцы чё не пьяные ближе что не знаю ищем ищем выключатель заходи но я не нашла выключать и как бы а вон он вон он вот включай здесь у нас спальня практически хочешь почувствовать детская до ребенком залезаем либо солдатом а что из хорошего москитные сетки на окнах есть здесь почему-то москитная сетка отошла так на это вообще меня не радует а значит комары залетать могут давай сделаем вот так подожди не надо так это тебя не спасет лучше тогда сделать вот так на микропроветривание что ли да мы здесь спать не будем поэтому пожертвовать этой спальне пойдем проверять москитную сетку в нашей спальне какой же все уставшие здесь спальная значит есть диванчик кровать двухспальная и здесь москитная сетка вот она как бы более-менее нормально более-менее да более-менее ну живая в принципе более чем комары комары не проберутся уже хорошо как матрас слушай неплохо и матрас ну подушка на три с половиной сойдет самое главное что здесь запах древесины есть ну дом дышит и вот подушка тоже дышит главное чтобы мы дышали так ну ладно все окей даже эту дверь закроем чтобы всякий случай комары не летели мы это видео будем продолжать и дополнять самоварами там вечерними посиделками приготовлениями еды потому что потому что мы заехали на форелевое хозяйство если кто смотрел предыдущую серию купили ряпушку и форель холодного копчения поэтому будем трапезничать здесь никуда не выходить сидеть есть и спать выключайся ну и работать да а а Субтитры сделал DimaTorzok Проплыл маленький катер, а причал так колбасит, как будто бы прямо паром А я иду показывать вам причал Вот отсюда купаются постояльцы хутора Медовая, то есть нашего хутора Вот здесь Но меня, конечно, немножко смущают вот эти вот черные насекомые, которых очень много Толик даже как-то их назвал? Водомерки Водомерки Не бойся, они не кусаются Они не кусаются, но выглядят они отвратительно Прямо вот на водной глади Отлично выглядит, обычный водомер Смотрите, на шине держимся Не на шине, а на бочках На бочку Тут у нас есть стол Стул И вот такое приспособление, с которого, судя по всему, прыгают прямо в озеро В общем, друзья, это наше место на следующие три дня Да Заделав дырки в москитных сетках Туалетной бумагой Туалетной бумагой Мы все-таки вышли на положительную сторону нашего проживания Потому что дом дышит Это самое главное Расскажем вам потом, как спалось Мы вам покажем еще, на самом деле, какие проблемы там были И какие проблемы остались И какие будут Какие будут, еще расскажем В принципе, все решаемо И самое главное, нам тут не жить Потому что три дня уж как-нибудь продержимся Главное, три дня простоять и три ночи продержаться ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нам сказали, что вот эти вот лодки можно взять в прокат Стоимость тысячи рублей Только непонятно, у кого их брать в прокат И кому платить тысячу рублей Секрет разгадан Смотри, здесь не глубоко совершенно И можно спокойно заходить Ну, я тебе так и говорю Оттуда ныряют А сюда обратно возвращаются Приплывают Ну-ка, пройди туда чуть-чуть Главное не упасть Так ты не падай Вот здесь прям с камня спуск Угу, да Тут тоже аккуратно, скользко же Ну вот тут классно вообще Классный пляж И тут скользко Очень скользко И вот тут территория уже огорожена Да Вот эта вот линия типа забор И там чужая территория Мы туда не пойдем Там такой же Такой же пирс С которого Купаются, ныряют Ну все, собственно, Алин Видимо, это фишка этих мест Вот такие купательные пирсы Там он вообще с той стороны Смотри, какие бочки Представляешь? Вот эта конструкция Ну, тоже какая-то нереальная конструкция Да Оттуда рыбу ловят Я видела Пойдем заваривать самовар Пойдем заваривать самовар В самом деле еще один нюанс По поводу самовара Нам так и не дали топор И я пытался ножиком настругать Для самовара дров Набрал шишек Собственно, что получилось Вы сейчас увидите И увидите, как мы растапливаем самовар Будем сейчас пить чай Из самовара С печенечками Слышишь? Ты про музыку или про стрекощение? Стрекощение? Я про кузнечиков Да, на том берегу музыка орет А тут, смотрите А это кузнечики или саранчо? Кузнечики Ну, за границей цикады И здесь кузнечики Какие трели под вечер А? Вот это кайф! Тишина! Ну вот Ну, с той стороны Мы сейчас уйдем к себе И не будет слышно То есть у нас Вон туда, друзья Немножко залез Но, короче, 250 метров вперед Там наш дом Где никого не слышно Будем наслаждаться звуками природы Исторический момент Да, друзья Все, воды я сюда налил Только самовар Так Ну, наши деды с бабушками Как-то это делали Почему мы не сможем? А ты думаешь, такие большие поленья Это для самовара? Я думаю, что да Да Что-то мне твои навыки не внушают доверия Верия Ты точно знаешь, как это делать? Конечно Ну, не совсем Мне кажется, ты совсем не знаешь Нет, так это не работает Сейчас мы сделаем вот так А это что, береста? Это береста Давай мы сначала Нарвем тонкой бересты Сделаем лапти? Да-да-да Сейчас мы сделаем Тут всякие лапти Все будет Не боись Самовар мы еще никогда не топили Ты главное не боись И все это для того, чтобы попить чаю, да? Угу Представляешь, какая заморачь раньше была? Вот тебе не сейчас взял, воткнул Чайник электрический Чайник электрический И как бы все погнали Но, скажу честно Я бы этим точно не стала заниматься Потому что это выглядит очень страшно Ты видишь, а ты боялась Слушай, я продолжаю бояться Процесс-то только начался Практически с одной спички раскочегарили Я никогда не видела, чтобы с самовара огонь было Прямо как в детстве Назорница Соревнования Нужно было развести костер с одной спички Представляешь? Сейчас все будет Тяга пошла О! Видишь? Так, накрывай Так Убери бутылку из кадра Она здесь лишняя Слишком современная Ждем? Ну что, кочегарка работает Дым идет, значит все хорошо Поменяли ракурс на правильный Все-таки надо напротив дома Самовар топить Какой фотогеничный самовар Угу Бомба просто А сколько дыма-то от него, а? Интересно За сколько За какое время он закипит? А еще интереснее как это понять Ну как понять? Закипит Начнет бурлить? Бурлить, да Ну я думаю так Минут Двадцать Да ладно Да А ты думаешь электрический чайник Две минуты и привет? Да Чистое пламя из самовара С носика капает Ну, такой самовар Хреновенький А те, кто сдавали домик Администратор сказали Что самовар какой-то перегрели И он стал подтекать Перегрели Это, наверное, слишком долго кипела вода Ну, наверное Вообще, наверное, выкипела полностью Воду не добавили И все Ну и, короче, он клей на схватил Весь металл пошел Ну, это жестко без воды-то чай кипятить Ну, вот так вот Бывает А шишки ты припер для антуража? Нет, шишки Раньше на шишках самовар Всегда делал Я как раскачегарил Знаешь, что я туда добавил Несколько шишечек И прям вообще пошел антураж Вот это теперь пошла тяга Не несколько А ты туда все, похоже, хлопнул Ну, штучек шесть Зато смотри, как Смотри, как, а Все комары с ума сошли Убежали в разные стороны Слушай, так это получается Лучший антикомарин Топите самовар И все И наслаждайтесь вечером А ты думал А еще только сапога не хватает Чтобы его Раздувать Мы смогли Это сделать Сколько времени прошло? Минут на... Ну, как я тебе сказал Минут двадцать Так Прихватки не для слабаков Я так понимаю Вот, смотри Видишь? Кипит Да, все, закипел Закипел чайничек У нас самовар, но чай в пакетик Ну так Пусть зрители знают Как Толик не подготовился Давай, наливаем Пробуем Открывать Романтика Между прочим Кстати Напрыскались от комаров Комаров нет От печенюшки у нас тоже Непростые Это мы купили Это мы купили в Ляскеле С хлебозавода Продукцию сегодняшний свежак Так скажем Сейчас посмотрим Ну, кстати, запах отличается Вообще просто другой чай И даже не важно, что у нас это пакетики Все равно другой чай Смотрите Раскочегаривается Раскочегаривается Еще до сих пор горит Я думаю, что мы сегодня до утра чай гоняем будем Такими темпами Ну, до утра мы чай, конечно, не будем гонять Тогда к тебе компанию составят все насекомые этого региона Но запах у чая очень вкусный О, какой горячий Очень вкусный запах И да, наверное, его пить будет тяжело Но я попробую Горячий, очень горячий чай Сейчас язык обожду Знаешь, когда хорошо чай? Нет, я даже его не могу пить Чай пить хорошо после бани А, у нас же есть баня Но только это, знаете, друзья Это уже, по-моему, извращенство будет с нашей стороны В том смысле, что перед самым сном топить баню здесь В такую жару очень рискованно Смотри, к нам друг пришел Весь жар идет наверх в спальню Дружок, Норт Его зовут Норт Познакомьтесь Кстати, сказали, что он питерский Да? Да, вон, смотри О, какой Норт О, красавчик Какой кайф Пьем чай Из самовара Слушаем кузнечиков Там закат Да, вот там вот закат Смотрите, видите? Там закат А там рассвет Рассвет будет завтра Хорошо так Кайф? Кайф Нереальный кайф Да Смысл какой В доме Вот в доме в этом Нету кондиционера Но Там есть сауна Температура за бортом Сейчас днем Под 30 градусов То есть 28-30 Если топить Баню Вечером То всю ночь А у нас спальня на втором этаже Мы будем просто умирать И задыхаться Поэтому если и топить баню То днем Чтобы она успела Остыть Буквально 5 минут назад Я рассказала почти слово Но ты не договорила Да? Да Слушай, я тебя перебил Все, выключаемся Спокойной ночи Встретимся завтра Друзья, трехдневное проживание В доме Из цилиндровного бревна Подошло к концу И мы подводим итоги Хутор Медовая Домик замечательный Это если в целом Просто потрясающий домик в лесу Где тихо, красиво, спокойно Единственное душно Но претензии Это не к домику А к погоде Из глобальных минусов По роду своей деятельности Нам нужен Wi-Fi И одним из основных условий Проживания Да И бронирования дома Мы выбирали всегда дома с Wi-Fi Нас убедили в том Что он здесь есть Но когда мы сюда приехали Его здесь не было Странно Почему так повела себя администрация Непонятно Слава Богу Что есть соседний дом Который находится На расстоянии 15 метров от нашего И у соседей Тех есть Wi-Fi И мы подключились на соседский Wi-Fi То есть эту проблему Мы каким-то образом решили Но он очень плохой Ловит только у окна В одном месте На самую одну фишечку И соответственно Можно решать С его помощью Очень простые задачи Но для работы мне хватило Но такой неприятный момент был Да, потому что Это был обман И еще был один обман Значит дверь у нас Дверь Не закрывает Вот так закрывается Дверь Видите тут даже написано Закрыто вверх А открыто вниз Вот этот язычок Поднимаем вверх Закрываем И чтобы дверь Закрылась Нужно взять Вот такой вот ножик И вот этот язычок Затянуть Вниз Но что-то не сработало И еще раз И вот этот язычок Все Дверь закрыта Открыть можно ключом Снаружи Хоп Закрываем Но Изнутри Дверь Не закрыть Вообще никак Потому что До язычка Не добраться Соответственно Мы три дня Спали С открытой дверью Нам обещали Приехать в тот же день Починить замок Как мы заселились Но никто не приехал Но Из плюсов В подарок Предложили покататься На лодочке Абсолютно безвозмездно На весельной А потом Что еще хорошего Я забыл рассказать Про самый главный И минус Это Москитные сетки Которые здесь Не по размерам С окнами стоят Они с большими щелями И поэтому Ребят Ну чтобы вас не кусали комары Забивайте эти щели Туалетной бумагой Вот такой вот вам Лайфхак Сейчас покажу Кстати какие здесь окна Ищите от комаров Везде стоят Москитные сетки Они вроде как бы стоят Но смотрите Какие щели В этих москитных сетках Но это еще фигня Смотрите Какие здесь щели Здесь уже может пролезть Не то что Комар Здесь может пролезть Змея Может кошка Влезть к вам В квартиру Вот такие Москитные сетки Стоят На всех окнах Вот еще одно окно Смотрите Сауна есть Прямо в доме Мы ей не пользовались Потому что очень жарко А так в общем и целом У него гораздо больше плюсов Плюсов больше Но цена-качество А стоимость этого дома Насколько я помню 11 тысяч Да 11 тысяч в сутки Ну немножко высоковато Цена высокая Качество низкое Если бы здесь была бы стоимость Этого дома 6 тысяч рублей в сутки Хотя бы Ну тогда никаких проблем Тогда я бы просто влюбился В этот дом Мне бы вообще все устроило Я бы заделал все щели Туалетной бумагой Спал бы Продолжал спать С открытой дверью В общем мне было бы Абсолютно наплевать На самом деле Мне кажется Что цена здесь Подтянулась Вслед за всеми Объектами в Карелии Потому что в Карелии Цены стали более чем высокие Выше чем в Ленинградской области У нас даже в курортной зоне И получается Что здесь домик Можно снять Даже не знаю Вот есть такая Пафосная история Называется Дача Винтера Там вообще 89 тысяч Стоит снять домик В сутки Конечно побольше Но все таки То есть Цена 11 тысяч Она такая пограничная Еще чуть-чуть И здесь уже начнут Вот эти минусы Как бы перемешивать Ну в сравнении С каркасным домом Здесь хорошо Дышатся Просто отлично Еще есть огромный плюс У нас соседи Вот Соседний дом У них собака Кстати В этом доме Жили тоже Предыдущие С собакой То есть это плюс Здесь с овчаркой Относительно того Что топора нет Топора нет Самовар течет Ну в общем Но все равно Нам удалось Попить чай из самовара Мы разобрались С дровами То есть все Это такие мелкие Решаемые проблемы Но хотелось бы Обратить внимание Руководство На то Чтобы они все-таки Начали их решать Да Если владелец дома Вот эти все Достатки устранит Это будет Просто супер Просто супер место Который рекомендует Канал Авиамания Ну и я на самом деле Снова бы приехала сюда Я тоже То есть в общем и целом Все эти минусы решаемы А отдых здесь получается Замечательный Поэтому домик мы рекомендуем Если вам тоже понравилось То обратите на него внимание Ссылочку положу в описании На его бронирование Ну а мы перелетаем В следующую серию И переезжаем в следующий дом До новых встреч друзья Пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok